Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, 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 Черкесия Каждый из добровольцев прошел строгий отбор. К поездке допустили только лучших. Многие из них имеют хорошую базу, ведь в период пандемии прошли все трудности красной зоны, рассказывает ректор Северокавказской государственной академии Руслан Качкаров. Это практически все квалифицированные медики. Они все имеют квалификацию среднего медицинского персонала. И они, я думаю, очень-очень полезную и большую помощь окажут тем ребятам, военнослужащим нашим, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Я в них абсолютно уверен. Это ребята, которые имеют гражданскую зрелость. Это ребята, которые прошли определенный собственный жизненный путь. Это ребята, которые готовы взять на себя вот эту ответственность. Я очень горд за них и думаю, что они с честью выполнят свою миссию, миссию врача, миссию гражданина. И с достоинством будут представлять и фамилию, и семью, и академию, и наши граждане учреждения. Замена иностранных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов. В соответствии с поручением президента страны право на обмен иностранных водительских удостоверений имеют также въехавшие в Россию лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в стране, вид на жительство в России, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории страны или же свидетельство участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Очередная акция по сбору книг для жителей Донбасса стартовала в Республике по инициативе Министерства по делам молодежи Карачаева-Чрикеси. Желающие могут принести различные издания и разместить их на специальном стеллаже в ведомстве по адресу в республиканской столице интернациональной 63А. За последние пять лет на территории республики заложено более 900 гектаров садов интенсивного типа. Отрасль плодоводства остается приоритетным направлением для регионального минсельхоза, на стимулирование развития которой предоставляются субсидии из федерального и регионального бюджетов. Планируемый выход на проектную мощность плодовых садов составляет 3-5 лет с момента закладки. К 2030 году в Карачаево-Чрикеси высадят промышленных садов на площадь более 1000 гектаров. Россети «Северный Кавказ» завершили реконструкцию более 45,5 километров линий электропередачи 0,4 кВт в зоне ответственности прикубанских районных электросетей. В результате обновления распределительных сетей повышена надежность и качество электроснабжения почти 13 тысяч потребителей нескольких населенных пунктов Абазинского и Прикубанского районов, расположенных в пригороде Черкеска. В частности, реконструкция распределительных сетей с установкой интеллектуальных приборов учета электроэнергии выполнена в селах Дружба и Заречная, аулах Псыж и Карапага. Специалисты также заменили здесь около 350 износившихся опор, установили почти 3100 новых умных счетчиков. После завершения реконструкции старые линии электропередачи были демонтированы. Благодаря проведенным работам даже на самых протяженных участках электросетей напряжение будет соответствовать нормативным показателям. Жителям республики, планирующим в этом году совершить паломничество в Саудовской Аравии, необходимо заблаговременно подготовить документы. По данным пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Чрикеси, практика прошлых лет показывает, что у отдельных граждан при пересечении государственной границы возникали проблемные вопросы, связанные с отсутствием необходимых документов. Наряду с основными документами, женщинам необходимо иметь свидетельство о заключении брака. Кроме того, женщины в возрасте моложе 45 лет должны сопровождаться мужчинами из числа близких родственников, причем их родственные отношения должны быть подтверждены документально. Особое внимание также нужно уделить вопросам оформления документов с несовершеннолетними детьми. Сотрудники Центра управления регионом провели обучающие семинары для исполнителей, отвечающих за ведение официальных пабликов в муниципальных учреждениях в социальных сетях. Цель подобных мероприятий – внедрение единых стандартов работы, повышение качества ведения официальных страниц, предоставление граждан максимально доступной и полезной информации. Специалисты Центра рассказали о принципах работы в медиапространстве, создании качественного контента для соцсетей, дали рекомендации по работе с фото- и видеоконтентом, адаптации текстов и ответили на вопросы исполнителей. Следственным отделом ОВД Черкеска окончено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего фермера, который обманным путем похитил из республиканского бюджета денежные средства в виде субсидий в размере более 1 миллиона рублей. Обвиняемый в период с 2017 по 2019 годы в рамках программы развития сельского хозяйства предоставлял в региональный Минсельхоз фиктивные документы на возмещение части затрат по разведению маточного поголовья коз и овец. Сотрудники полиции выяснили, что указанного в документах поголовья скота у предпринимателя не было. Телефонное мошенничество остается бичом нашего общества. Жертвами аферистов становятся люди разных возрастов, молодые и пожилые, но роднит их всегда одна черта – незнание элементарных правил цифровой гигиены и того, что можно говорить по телефону, а чего точно не стоит. Тема кажется избитой, банальной и повторяющейся бесконечное число раз, но об этом нужно говорить снова и снова, так как иначе ничто не изменится. Региональное министерство внутренних дел в очередной раз обращается к жителям республики быть более бдительными. Помните, сотрудники банка никогда не просят у клиента данной карты и не будут призывать его проследовать к банкомату или терминалу для разблокировки карты. Если это произошло, свяжитесь с вашим банком, контактные телефоны которого всегда имеются на обороте карты. Никому, ни при каких обстоятельствах не следует называть трехзначный код на обратной стороне карты одновременно с паролем, который приходит в смс-сообщении. Никогда не следует писать пин-код карты на поверхности самой банковской карты. Не перечисляйте деньги авансам незнакомцам, а также не предоставляйте непроверенным людям свои персональные данные и реквизиты банковских карт для якобы зачисления платежа. На территории республики в эти дни проходят масштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения. О его нюансах Лилия Гогушева, государственный инспектор отдела организационно-аналитической работы и пропаганды регионального управления ГИБДД. Во время проведения мероприятия особое внимание уделяется нарушениям, повлекшим за собой дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом и причинением тяжкого вреда здоровью людей. Также хочется подчеркнуть, что любые правонарушения участников дорожного движения не останутся без внимания сотрудников госавтоинспекции. Помните, что соблюдение правил дорожного движения – залог вашей безопасности. В рамках проведенных мероприятий жители республики информируем об участившихся случаях мошеннических действий с банковскими картами. Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошеннических действий. Объявлены результаты ЕГЭ по обществознанию и биологии. В этом году обществознания сдавали 872 выпускника, средний балл составил более 53. Максимальные 100 баллов получили на ЕГЭ по обществознанию 2 человека. Биологию сдавали 574 выпускника. Результаты выше 80 баллов показали 34 участника. Средний балл составил по республике 49,78. 22 июня текущего года стартовал уникальный патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти», который инициирован главами Верхних Палат парламентов России и Беларуси и посвящен Великой Отечественной войне, целью которого является патриотическое воспитание и объединение молодежи двух стран. Его участниками являются 200 школьников в возрасте 15-17 лет. Это представители России и Беларуси, победители региональных и общероссийских олимпиад и конкурсов. По тематике Великой Отечественной войны. В этом году Карачаево-Чрикесио во всероссийском проекте «Поезд памяти» представляет учащийся школу поселка Кавказского Прикубанского района Владислав Бабич, неоднократный победитель всероссийских проектов конкурса «Большая перемена». Участники мероприятия успели побывать в Бресте, который был первым атакован немецко-фашистскими войсками, совершили экскурсию по поезду-музею «Поезд Победы», участвовали в митинг-реквиеме и реконструкциях событий начала войны в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», а также участвовали в торжественной встрече в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы с главами Верхних палат парламентов России и Беларуси. Далее поезд последовал через основные рубежи героической обороны Красной Армии к месту битвы под Москвой через Витебск, Смоленск, Ржев и Вязьму. В ходе данного патриотического проекта Владислава ждал еще один сюрприз. На базе парка «Патриот» в Подмосковье талантливого школьника поприветствовал сенатор России от Карачаева-Черкесии Крым Казаноков и вручил Владиславу Бабичу благодарственное письмо за успех и достижения в учебе. В Черкесске наградили победителей оригинального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Лучшие юноармейцы, в том числе ребята из Черкеска, Михаил Смольников, Эльдар Мамчуев, Амир Каркмазов и Артураков получили нагрудные знаки «Юноармейская доблесть». Юные гимнастки из Урубского района заняли призовые места в открытом турнире по художной гимнастике, который прошел в Новороссийске. Ксения Скриникова заняла первое место, Валерии Углицких и Александре Колосовой досталось второе, ну и на третьей ступени педестала Полина Мошкина. Ну и последняя информация. В Краснодарском крае завершился трехэтапный Кубок России по ловле карпов, в котором принимали участие представители 16 регионов страны, в том числе и нашей республики. Итоги состязаний прокомментировал директор Федерации рыболовного спорта Карачаева-Черкесии Сергей Бугаев. Приятная новость для Карачаева-Черкесии. Спортсмены из КЧР Калдин Геннадий и Громб Александр по итогам трех этапов Кубка России 2022 года стали серебряными призерами. И вот тут самое интересное, что это дает спортсменам региону. Гром и Калдин теперь члены сборной России на 2023 год. И что это дает, и что это значит для региона? А это значит, высокие места на Кубке России обеспечили квоты на следующий год для участия региона КЧР на чемпионате России. Более подробную информацию об этом можно узнать на страничке ВКонтакте, которая называется Форум Федерации рыболовного спорта КЧР, где очень хорошую статью написал сокоматник наших победителей Владислав Швед. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь и град, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла, в горах местами плюс 13-18, в республиканской столице без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 11-14 метров, столбик термометра поднимется до отметки плюс 28. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!